Всем привет, друзья! Наше путешествие по северу Таиланда продолжается, но как-то все пошло не по нашему плану. Начались дожди, но в принципе это было предсказуемо, потому что сейчас как раз сезон дождей. Все 10 дней, что мы были на севере, погода была супер, солнечная, и вот только под конец она испортилась. И еще на несколько дней мы переехали в другой отель, он называется Лемери Диен, это тоже пятерочка, расположен он у реки. Но, к сожалению, он в такой дождливой погоде, выглядит немножечко мрачноватым, но отель, конечно, все равно очень прекрасный, мы вам его покажем по возможности, и надеемся, что все-таки хотя бы на пару часов дождь закончится. На последние три дня планы были такие. Во-первых, посетить Золотой Треугольник, где Таиланд граничит с Лаосом и Мьянмой. Также мы должны были отправиться на север, в горы, в трекинг, в очень красивое место и встретить там рассвет. Ну, из-за непогоды нам опять не повезло, и все отменилось. Но в горы мы все-таки попали. Ну и чтобы вы понимали, где мы остановились, деревня называется Фу-Чи-Фа. И здесь, как в Сайланд-Хиле, все в тумане. Мы на самой вершине горы. В отеле, где мы остановились, есть смотровая площадка. Но, к сожалению, сейчас ничего не видно. Из-за погоды, конечно, все пошло не по плану. И вы некоторые локации не увидели, как и мы. Но с этим отелем у нас было запланировано сотрудничество. Мы уже не могли, да и не хотели, на самом деле, отказ. Потому что мы очень хотели, особенно я, пожить в этом отеле. Это прекрасная сеть с очень вкусной едой, ресторанами, территорией. Поэтому сейчас мы отправляемся на завтрак. Будем пробовать. Говорят, что здесь очень хороший завтрак. В номере в каждом лежит такой листочек, где ты заполняешь, что ты будешь есть на завтрак. Мы заполнили этот листочек. Приходим на завтрак, а тут шведский стол. Ну и давай с кончиком все что-то набирать. И получилось так, что нам наш завтрак, который мы вчера заказывали, принесли. Но также у нас все и осталось то, что мы набрали. И у нас получается, что просто целый стол завален едой. Я заказала себе капючино и здесь есть соевое молоко. В отелях очень редко бывает соевое молоко. Поэтому позавтракаем здесь прям твердая пятерка. Да. Номер у нас стандартный, с балконом и видом на реку и сад. Выглядит он, конечно, покруче, чем стандартный номер. И, кстати, по поводу цены. На данный момент номер стоит 92 доллара, что мне кажется очень круто. Завтраком на двоих. Как только мы проходим в номер, сразу по правой стороне идет ванная комната. Там есть как душ, так и ванна. Можно приоткрыть окно и наслаждаться видами на реку, на сад. Сейчас у нас немного такая дождливая пасмурная погода. Дальше мы проходим огромная двуспальная кровать. После гор мне так хочется поспать на классных мягких подушках, приятном постельном белье белоснежном. Вот знаете, я так люблю отели за то, что ты просто ложишься и ты понимаешь, что это белье, оно хрустит под тобой. Обожаю. Есть телевизор и рабочая зона. Достаточно такая просторная, широкий стол с удобным стулом для работы. Терраса просторная. Есть не только два стула и стол, но и такой диванчик-лежанка, где можно прилечь, посчитать книгу, позалипать в телефоне, поработать с видом на природу. Вот поют птички. Вообще территория очень красивая, очень большая. Ну, мы с вами пройдемся, посмотрим, что здесь вообще есть. В отеле несколько ресторанов, есть спа-зона, есть массаж, есть тренажерный зал. И, кстати, по поводу расположения. Отель расположен недалеко от центра, на берегу реки. Очень красивые здесь виды открываются. Я так рада, что мы последние свои два дня в Чанграе проведем в таком прекрасном месте. Что касается территории самого отеля, она огромная. Здесь очень много корпусов, и все они между собой соединены. То есть, в принципе, в дождь, если вы не хотите промокнуть, не хотите там брать зонтик, можно просто переходить под крышей с одного корпуса в другой, в ресторан, в бассейн. Он тоже очень большой, красивый тренажерный зал, есть спа. Хотим сходить узнать, сколько стоит сделать себе массаж, какие-нибудь спа-процедурки, потому что в такую погоду чем еще заняться? Отдельно хочу сказать про саму территорию. Она очень красивая. Много разных деревьев, пальм, кустарников. Но больше всего меня впечатлили такие огромные какие-то древние деревья. Они похожи немножко на африканские, покрытые, знаете, такой растительностью. То есть, это выглядит вообще-то, как будто попал в парк юрского периода. И вечером они еще подсвечиваются, на них закреплены огоньки. Выглядит очень красиво. Ну, дождь вроде как закончился, на бассейне никого. Поэтому мы можем искупаться в тишине, спокойствии. Ну что? Нормально. Ну, не с подогревом, да? Обманула. Черт. Ты обманщица? Черногория на связи, друзья. Адриатическое море. Май месяц. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот примерно получается. Прохладненько, конечно. Ну и здесь такая красота. Просто плаваешь вокруг это дерево из какого-то аватара. Здесь вот это вот поля зеленые. И никого. Хотя в отеле очень много людей. Вот мы когда были на завтраке, то есть почти полная посадка была. Просто все либо в этой ужарке, либо в номерах, либо в тренажерном зале. Кто где. Вообще у нас есть два варианта. Съездить либо на Золотой Треугольник, это вот где границы трех стран, Лаос, Таиланд и Мьямна. В свое время там занимались производством опиума. Либо съездить в Чанг-парк. Здесь есть очень красивый парк, бесплатный. Там и чайные плантации, там и просто как бы погулять красиво. Есть, конечно, там и зоопарк, он тоже бесплатный, но мы как бы зоопарки не посещаем. Поэтому мы вот сомневаемся, куда нам поехать. На Золотой Треугольник, либо в этот парк. Ну, там, где Золотой Треугольник, там есть музей опиума, единственный в мире. Да, музей опиума. Вот можно туда подъехать даже. Ну, можно, но час двадцать ехать. Черт. Далековато. Так, быстренько ставим видео на паузу и пишем в комментариях, куда бы вы отправились. Ну, а мы пока что поплаваем в бассейне и отправляемся в путь. Ну, вот только выбрались мы из отеля, и нас застал ливень. Офигеть. Мы плывем уже, мы плывем. Надеюсь, мы не поплывем. Ну, слушай, ливень такой приличный. Дороги уже, дороги сразу же наполнились водой. Тут еще ремонт дороги, ливневки, видимо, до конца не работают. Блин. Буквально семь километров, и мы приехали в парк Ксинха, и нам неимоверно повезло. Вокруг одни тучи ходят, ливни льют. А над нами голубое небо, солнце светит. Сейчас возьмем в аренду гольф-кар и поедем смотреть. Вообще парк огромный, и сюда приезжают на целый день. Есть также экскурсионный автобус, но вот можно арендовать гольф-кар. Гольф-кар, во-первых, с крышей. Даже если мы попадем под ливень, мы не замокнем. Так, что по ценнику? Так, вот, двухместный стоит 600 бат. Это на 2 часа будет. Ну, либо берем, либо на машине поедем. Не, мы возьмем. Возьмем, да? Да, поедем, конечно. Можно на электрических байках отправиться, на гольф-карах. Мы выбрали все-таки гольф-кар. 700 бат, оказывается. И сегодня у нас водитель Валентина. Поприветствуем ее. Но сначала ты сядешься, давай. Почему? Ну, просто. Давай, Валюша. Тут две педальки, смотри. Go and stop. А для особо одаренных даже написано. Все будет просто. Ты не переживай. Я буду просто кричать, когда тормози, тормози, тормози. Или поворачивай налево. Это нужно нам прикрепить на руки? Это на руки, да. Выдвинулись. Заставил меня. Я боялась. Ты заставил. Ты сама сказал, я за рулем. Окей, все. В речку не упасть. Заборов нету. Это, конечно, опасно, потому что Валюша может спокойно в реку заехать. Парк разбит на тематические зоны. Их всего пять. До первой нам ехать километр. Здесь есть и чайные плантации, и зоопарк. И я вот еще не услышала, что это там смотровая площадка. Ну, короче, очень красивый парк. И самое главное, что он бесплатный. Говорят, что здесь хороший зоопарк, что можно животных покормить. Но мы посмотрим. Но все равно зоопарки такой же. Да, мы как бы их не посещаем. Поэтому либо пропустим локацию, но просто заедем, посмотрим, как там они с животными обращаются. Для начала банановую плантацию проезжаем. Но там где-то должна быть и чайная плантация. Ну что, водитель, тебе нравится быть за рулем? Конечно. Как тебе? Надо срочно, у меня права закончились, надо срочно в Минске, когда будем, взять пару уроков, чтобы вспомнить, ну, как бы на самом деле, потому что я давно очень не сидела за рулем. И можно садиться за руль. Смотри, какая красота. Рядышком идет параллельная велосипедная дорожка. То есть можно арендовать и велик, и тоже ехать. А это эти растут? Бархатцы или как? Прикольно. Смотри, какой трактор. Не белорусский, интересно? Ну, слушайте, природа, свежий воздух, класс. И трактор стоит. Ну, вроде как не белорусский. Несколько остановок, где можно было остановиться, мы пропустили и доехали сразу до третий. Здесь у нас чайные плантации, можно попить бесплатно чай. Получается, сначала вы берете пакетик с основой. То есть либо зеленый чай, либо улун, либо, Сережа, ты взял какой? Красный. Красный. И потом можно добавить любую из добавок себе в пакетик. На следующей станции мы отдаем свой пакетик. Нам его вот так вот скрепляют, прижигают, чтобы он был закрыт. И дальше в стаканчик доливают кипяток. Две минутки ждем. Можно будет пробовать. Возле места, где наливают чай, есть несколько зон. Зон отдыха, где можно посидеть, отдохнуть. И здесь же можно купить чай. Вот улун, роза, жасмин. Все, что мы пробовали, все здесь можно купить. Попили чайку и дальше в путь. Но чай, я скажу, здесь не такой вкусный, как китайский. Вот когда мы были в китайской деревне, там чай был вкуснее, признаюсь честно. Да, впереди ливень нас ждет. Проезжаем красивый прудик. Природа, облака. Сексуальный водитель. А, все правильно. Надеюсь, везет нас по правилам. А это уже плантация каучуковых деревьев. Ой, хорошо такая. Собирают из него сок специальный. И потом из этого получается такой, как резина. Латекс. Латекс, да. Вот видите, как они делают. Они делают надрезы по всему дереву. И вот потом стекает вот эта жидкость в такую специальную баночку. Потом эта баночка засыхает, вынимают уже этот латекс и производят из него подушки. И много всего полезного. Там стельки тоже делают. Но вот эту жидкость белую ни в коем случае не трогайте руками, потому что вонять будет потом несколько дней. И вы не отмоетесь. Ну, вот это уже мы проезжаем загоны для животных. Мини-зоопарк такой. Конечно, вот эти вот все вольеры. Якобы там животным хватает пространства. Это такое себе, конечно, оправдание зоопарку. Ну, вот здесь, например, есть лошадки. Вот на таком большом автобусе вас возят, если вы не хотите сами передвигаться. И вот здесь можно купить за 50 бат, например, разные вкусняшки для животных и покормить. Ну, давай возьмем, да? Ну, да, что уж делать. Раз приехали. Раз уж приехали, если есть такой аттракцион, то хотя бы покормим. Ну, и здесь с этой стороны, вот слева, животные домашние. То есть здесь кролики, свинки, попугайчики, пони, вот кроликов. Все баночки подписаны. Нарисованы. То есть кроликам надо морковку давать. Ох ты. Ты чего боишься кролика, что ли? А, все, он кинул морковку. Он, смотри, он взял морковку и убежал. Э, так, кто еще голодный? Никто не голодный, уже закормили до смерти. Они вон даже морковку не едят. Да, они все едят, они дерутся, видишь? О, пацаны, вы че? Эй, у тебя такие красные глаза, как у наркомана. И только мы зашли на зоопарк, и небо разразилось, и теперь пошел дождь. Да, будем торместировать. Ну, хотя бы лошадок успеем покрыть. Ну, загон, конечно, у них очень маленький. Ну, загон очень маленький, да, для пони. Все вон в какашках, в глине какой-то. Им тут, ну, реально мало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пони. И такой маленький загон. Смотри, маленький. У вас и так много еды. Вам, видимо, даже не надо было покупать эти ростки. Ты голодный самый? Ну, видимо, да. А ты видишь, у них сено сушеное, а ты им зеленую приносишь. Видите, какие зубы грязные? Ну, не чистят зубы они. Ой, смотрите, а тут морские свинки. Привет, привет, малыши. Хорошие вы, такие пупчики, но для вас еды нет. Мы думаем, что случилось, почему птицы сошли с ума, а здесь змея. Офигеть. Вот это зоопарк, я понимаю. Это настоящий зоопарк. Офигеть. До свиней тоже добрались, но едят они реально как свиньи. Да. Вы что, так чмокаете-то? Все. Вот откуда выражение пошло, не просто так. Да, они прям так чавкают. Все. Привет, хрюкала. Так, ну дождь идет, там какие-то птицы, загоны, клетки пошли. Это все, конечно, не очень хочется посещать, поэтому я предлагаю ехать дальше. Поехали. Здесь есть еще коровы с большими рогами такими красивыми, зебры и жирафы. Но зебры и жирафы, блин, у них, конечно, небольшая территория. И так грустно они стоят. Особенно, когда вот ты знаешь, когда животные живут в дикой природе, когда мы были на сафари, да, где они в Африке. И, конечно, на это смотреть очень грустно. И, ну, как бы, мы вообще не поддерживаем все эти зоопарки. Единственный раз за последние, наверное, пять лет мы заехали в зоопарк. Мы до этого нереально не заезжали. И, ну, как бы, мы еще раз, наверное, убедились в своих мыслях, что мы больше не будем ходить в зоопарки. И советуем, конечно, вам тоже по... Ну, на самом деле, по возможности. Да, мы прекрасно понимаем, что некоторые люди хотят показать своим детям животных. Но и другого варианта, например, поехать у них там на сафари нету, тогда, конечно, ну, это уже право ваше. Но тут нужно просто думать головой, что поддерживать такое обращение с животными, это, конечно, грустно. Вот, например, в Чингмайе тоже есть там зоопарк большой, он считается лучший вообще в Таиланде. Но мы туда тоже не поехали, ну, из этих вот своих вот таких вот убеждений. Там даже есть панды. Можно посмотреть на панды, их две живет. Но мы не поехали. Вот, ладно, едем дальше. Кручу, 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 педали кручу. Хочу, хочу, хочу. А как мне теперь проехать? Вот так вот, все. Все уже и не проехать никуда. Стало два автобуса, нам не проехать. Ух. Иди покричи на них, ногами постучи. Вот, перекрыли все движение. Так, в Синхопарк проезжаем какой-то тоже картонный такой город. Здесь можно остановиться, перекусить. Но сейчас не работает в дождь. Ага, и сейчас, смотри, а вот тут вот это работает. А, и вот тут есть канатная дорога. Я так предполагаю, куда-то туда можно спуститься. А, вот, смотри. Давай, налево, налево. Там были бургеры. Валюша, разворачиваемся, быстрее. Черт, проехали бургеры. Водитель решил ехать дальше. Водитель решил сохранить фигуру, учитывая, сколько мы едим сейчас. У вас, ты посмотри, какой красивый. Не, красиво, красиво. Даже в дождь, прикольно, атмосферно. Мокрые, но счастливые добрались мы до машины. И пока едем обратно в город, хочется поделиться впечатлениями вообще в целом о севере. Я с точки зрения водителя, Валюша с точки зрения пассажира и путешественника. Дороги, на самом деле, здесь хорошие. По всему Таиланду, где мы не были, везде покрытие хорошее. Да, здесь на севере больше серпантинов. Поездка в город может быть короткой, например, там, 120-130 километров, но продолжительной за счет того, что, опять же, в горах серпантины. В целом, мне все понравилось. Здесь дороги красивые, много мест интересных, все города разные. По-своему, у каждого своя атмосфера, по-своему, каждый хороший, красив и много достопримечательностей. Поэтому мой совет, на две недельки, как минимум, на север тоже можно заехать. Если вы отправляетесь на острова, то вот две недели в отпуске можно спокойно выделять на север, и вы останетесь довольными. Я от себя тоже добавлю по поводу дорог. Дороги очень красивые. Меня тоже, в принципе, сейчас не укачивает. Но у меня после серпантинов была головная боль. То есть, вот мы с кем разговаривали из местных, они говорят, что не только проблемы с вестибулярным аппаратом именно в плане тошноты, но и головные боли тоже могут быть. Но я выпивала таблетку, и все, в принципе, проходило. По поводу красот, естественно, я впечатлена. Север оправдал все мои ожидания, даже больше. Но, так как здесь нет моря, я знаю, что многие люди сюда не поедут, ну и не едьте. На самом деле, лучше, чтобы здесь было меньше людей, чтобы это направление, эту сторону Таиланда не испортили. Поэтому есть курортные города, куда можно поехать. Если вы, конечно, не любите горы, если вы любите горы и такой же путешественник, вам нравится исследовать новые места, то едьте. Но если вы приезжаете в Таиланда морем, то, конечно, сюда ехать не стоит. Едьте на Пукет, на Самуи и на другие курортные острова. А сейчас моя любимая рубрика. Пара-баба, хочу пожрать. Ну и на обед мы решили заехать в ресторанчик Бараб. И здесь готовят одно очень вкусное и именно северное блюдо. Я нашла это место именно для того, чтобы показать вам северо-тайскую кухню. Она отличается. Здесь есть блюда, которые подаются только здесь. Например, као-соль мы можем попробовать только здесь, на севере Таиланда. А по поводу блюда Бараб мы, если честно, даже не знаем вообще, первый раз о нем слышим, но тоже взяли его попробовать. Ну и, конечно же, взяли то, что мы любим, Паттай. Только здесь он называется Супер Паттай. И она нам предложила взять его с соусом, да? Да-да, с арахисовым соусом. С арахисовым соусом. Она специально уточнила, голодным мы или нет, для того, чтобы сделать наш стол более сытным. И цены здесь очень приятные. То есть, можно взять себе побольше размер, например, за 120, либо поменьше за 65. То есть, буквально пару долларов за блюдо, я считаю, очень даже хорошо. Ну, сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Выглядит очень странно. Если честно, я специально не гуглил, как он выглядит, но... Выглядит очень странно, но должно быть вкусно. Значит, смотрите, что это. Это суп. Его можно попробовать только на севере Таиланда. Либо, например, в Лаосе, либо в Ньявне. То есть, оно, наверное, скорее вот, ну, шло откуда-то оттуда, это блюдо. Мы взяли с курочкой, куриные ножки. Лапша есть двух видов. Отварная и вот такая вот обжаренная. Сверху, да, прям обжаренная такая. Также отдельно подается долька лайма. Это шалот, долька лайма, маринованные вместе горчицы. Они по своей текстуре похожи на маринованные огурцы и капусту. И они как бы нужны для того, чтобы перебивать вкус. Я думаю, что это нужно этим палочками. Острый. Вкусно. На что-то похоже или нет? Ну, немножко карри. Острая лапша, карри. Ну, вот я карри очень давно не ела, но вот в этом супе как-то нормально. Я просто один раз была отравила с карри и больше не ем уже лет пять. Ну, давай в прикусочку с луком, с шалотом. Может, как бы только тогда вкус раскрывается. Давай, давай. С лапшой, с курой. Ну, а теперь Серега. Так, ладно, должен попробовать. Эксперт рубрики «Хочу пожрать». Так, во-первых, нам нужно попробовать бульон. Сразу на что он похож. Предупреждать надо. Островатый. Да, на самом деле бульон островатый и с карри. Это что-то определенно другое, нежели мы пробовали в тайской кухне. Лапша в супе с карри и курицей. Все вкусно. Так, пока мы ели каосой, нам принесли паттай. Ребята, он выглядит вообще по-другому. Но мы вот взялись с каким-то соусом. Мы сейчас это тоже попробуем и вам расскажем. Каосой. Достойный, да? Достойный, наверное. Достойный для того, чтобы его попробовать обязательно. Да, сто процентов. Первая странность в Паттайе мы заметили то, что здесь подается сверху не лайм, а апельсин. Только апельсины, как на салате, так и на Паттайе. Да, и мы заказали еще вот соусом, соус какой-то. Давай попробуем просто... Пинат. Это ракса. Так, ну давай разделим пополам. Мы взяли все в стол, а это салат называется Барак, да? Да, это тоже именно северо-тайское блюдо, но мы его попозже попробуем. Сначала у нас Паттай. Сначала Паттай, да, конечно, Паттай. Апельсин дает немного другие вкусовые ощущения. Ну и я думаю, что используются другие соусы, потому что вроде бы Паттай, но вкусы другие. Да, как будто вкусом, а паста какая-то другая. Да, вообще. И вот правильно, что мы взяли арахисовый соус, он прям заходит к нему. Но горит, все горит вообще. Но Паттай легенький такой, нормальный. То есть тот, кто не любит острое, вот лучше Паттай тогда заказывать, потому что... Каусой он острый прям. А это прям огонь. Супер Паттай оказался реально супер. Да, что-то необычное на такое классическое блюдо. Вообще еда в севере Триланда, она очень вкусная вся. Все, что мы пробовали, великолепно. Ну и третье наше блюдо, хотя это вообще салат, но мы его едим последним. Значит, что здесь? Здесь свинина, я вижу, с какими-то специями, с красными, скорее всего, с чилем. Рис, рис, микс. Черный, белый и бурый. Надо чуть-чуть риса, чуть-чуть зелени, чуть-чуть мяса. Вот так вот все смиксовать и есть. Ну, как я поняла, ее руками. Ну, ладно, мы будем вилкой есть, да. Если честно... Так, закуску надо было его просто брать в начале. Мне сейчас ты не очень нравится. Да? Я сейчас просто свинину. Я свинину не очень люблю. Так, друзья, только ради вас пробую, чтобы понимать, что за блюдо такое. Ну, во-первых, островато, во-вторых, да, свинина приобретает вместе с этими специями и травой какой-то непонятный такой вкус, и он мне не нравится. Вот, конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные, но вот это блюдо мне прям не зашло. Ну, а место само дешевое, атмосферное, и здесь можно найти блюда традиционные, северной кухни Таиланда. Ну, и сразу после обеда хочется как удаву полежать, чтобы вся еда переварилась, поэтому нашли массажку, недалеко, кстати, от того места, где мы обедали. Называется она Арисара, Таймассаж. Такое большое здание, начала читать отзывы, и сказали в отзывах, что это, типа, лучший массаж в Таиланде. Ну-ка, пошли проверять. На самом деле, куда бы ты ни зашел, очень часто написано, это лучший массаж в этом городе, это лучший массаж в стране. Но это действительно такой, как лечебный больше массаж, поэтому у Сереги проблемы с поясницей, и мы вот надеемся их решить. Пока моют ножки, можно улететь себе руки, молодые ажи боли, и выпить. Чай даже, нормально. Обычно после, а у нас перед. Так, ну все, мастеров смущать не будем, ну и обычно массаж как снимать нельзя, поэтому отключаемся на часик. What the fuck, что произошло вообще, ребята? Я немножечко выпал в осадок только что, потому что на самом деле это был лучший массаж в моей жизни. Вообще, на всей территории Таиланда и вообще всего мира. Мы попробовали много разных массажек. Было время, что мы ходили по три раза в неделю на массаж. Но вот недавно я неудачно поднимал чемодан, и что-то у меня было с поясницей. И так, знаете, вот чуть-чуть ныло, 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 но постоянно. С утра, когда спина отдохнувшая не так, ну вообще не болела, а вот в течение дня боль накапливалась, и вечером вот уже прям ныло конкретно. И вот парнишка отсюда, он такой достаточно мощный, молодой, такой крепыш, знаете. И он у меня сразу спросил, есть какие-то, ну, проблемы? Я ему говорю, да, вот там с поясницей есть. И вчера мы бегали, немного мышцы подзабились на ногах. Короче, он сразу все понял, на какие части тела сделать акцент. Сначала, конечно, прошелся по ногам так, что я думал, что я больше ходить не буду в этот раз. Мне тоже, да, было больно, потому что мы вчера занимались. Да, 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 мы вчера чуть побегали, пять или семь километров пробежали, и сегодня мышцы прям забитые были. Все он мне сделал. Сначала ноги такие легкие стали, знаете. А я только лежу рядом и слышу, только Серега же стонет, там кричит. Я вообще просто думал, что он мне что-то непристойное сделает со мной в конце. Но после такого он обязан на мне жениться будет. Я вам говорю, просто это что-то нереально было. Потом он перешел к пояснице, непосредственно к спине. И вот тут началось самое интересное. Конечно, я таких, такого спектра эмоций я еще никогда не испытывал. Это было одновременно и странно, и больно, и приятно. И я понимал, что нужно терпеть, чтобы боль ушла. Потом он перешел чуть выше, там чуть-чуть шею, чуть-чуть руки подделал, но видно, что это было уже так. То есть там проблем никаких не было. Но поясницу он мне так отделал, что когда он сказал, что все закончено, я сел, потом так привстал и такой, вау, ничего себе, ничего не болит. Я нагнулся, я присел специально и реально нигде ничего не почувствовал, ну никакой боли. А именно почувствовал легкость какую-то. И по ступенькам мы уже спускались, и ноги даже не болели. То есть сейчас мы вышли, я просто так прозрел, просто прозрел. Реально, это лучший массаж в моей жизни, реально. Ну именно из тайских, да, это был очень хороший. И он здесь другой, то есть здесь вообще только два массажа. Либо тайский, либо ног. Расслабляющий. Да, да, да. И вот тайский конкретно, они давят по точкам. Мне делала девушка очень хрупкая. Поэтому я, в принципе, привыкла, да, к тайскому массажу. Я часто хожу на него. И мне было не так больно и не так непривычно, как Сереге. Но у меня тоже спина, вот у меня постоянно шея забита. У меня проблемы здесь. То есть у меня нигде ничего там, ни ноги, ни вот поясница. А именно вот здесь. И тоже она мне помяла в конце и отпустила. Все отлично, я как будто летаю. Все, что было до этого, это просто тайки нас гладили, реально. Еще раз скажу, Арисара таймассаж. Точку на него обязательно оставим, потому что это просто нечто, реально. И даже солнышко вышло, тучи рассеялись, чтобы поблагодарить эту чудодейственную массажку. У них, кстати, есть своя парковка и здание тоже достаточно большое. Все, мы погнали. Наступил вечер, и мы будем ужинать на берегу реки в ресторане в итальянском. Называется он Фавола. Мы еще сегодня успели сгонять в тренажерный зал. Я немного побегал, поэтому очень проголодался. Посмотрим, чем нас удивит этот ресторан. Начался наш ужин с закусок, капрезы и салат. Затем нам принесли пиццу и пасту. Паста с морепродуктами, черная. Ну и на десерт был тирамису и чизкейк. Все было очень вкусно. Особенно меня впечатлил капреза. Он какой-то такой необычный был. Очень вкусно. И сам ресторанчик расположен на берегу реки. Такая очень ароматическая атмосфера там. Можно сидеть как на улице, так и внутри. Вообще ресторан рекомендуем. Очень вкусно. И на этом все, друзья. Поэтому если вы здесь первый раз, подписываемся на канал и посмотрите наши прошлые выпуски с севера. Ну и в целом север наш подходит к концу. Мы летим, кстати, дальше на остров, на котором мы еще никогда не были. Он не популярный среди туристов, но очень красивый. Его называют тайский Мальдир. Так что прожимаем лайкосик, подписываемся на канал и скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok